как она все монетире из кастрюли тире картошку от варну что ты тут на перво две картошки до двух картошек две всего лишь котлеты то есть то есть до все у нас шаробе в на кастрюле ковыряется кабачки у нас в квашении у нас Ольга кушает ресторанное блюдо а у меня вот подошла опара ребята я печу бездрожжевый хлеб вот на закваске яку делаю из муки тут цельнозерновая мука и мука высшего сорта это все гляньте какие бульбахи сейчас тут пока в миске не видно вот как тесто уже вимешается таки будет видно а вот сверху гляньте какие воно все живет дыхает пахнет еще и за мной что-то сперечается вот так вот сделала замес на две литры воды две литры воды даю 2 чайные ложки соли соль морская пуль 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 кто брашку гнав кто водку гнав знаете как воно все булькае як це тесто як мне ребята классно жить я в магазин не ходю за хлебом представляете это же ценника ценника на хлеб не знаю даже и бывает так что и на муку забываюся я катина не главное чтобы я хлеба спекла сейчас жарко даже в кухне жарко и опара хоть раньше там четыре часа там хотя бы вона поки начнет булькать если холодно а сейчас час полтора жарко температура выше и надо уже буду сейчас вымесивать и мне уже хлеб добавлять муку вымесивать и тесто на хлеба хлеб будет коли він спечется что я хотела сказать если чуть дольше передержать вот температура например в кухне сейчас 30 если бы 22 градуса то было получше можно было дольше держать а сейчас если в кухне жарко то оно получается перестоїть перекисно и тоди хлеб не поднимешь так Ольга и как вона сейчас где ести начислила соби на шкрибла огерки в коклета две коклеты вляй оцей олії яка пахне с маслом войны у меня ну там скільки юшки ты не вляй олії я тебе что уговорила получается да ты сказала вляй олії ну не ляй я соби с пряным ароматным ну все Олечка надо было не лять а ты же туда огерки вкришишь не вкришу а я тут еще огерки вкришила молодец а я не хочу ну все туди роби а туда все ни цибули ни чеснока ничего не будешь я люблю все в чистом виде без всяких оцех замешок без всяких замесов да понятно ну вот видите котлеты и дайте мне пулишты це котлеты роби в мій сын ми Костя вот Ольгин брат а мій сын роби в котлеты ребята и вгадайте що го котлеты дуже вкусней получились вообще вкуснячі если будете задавать вопросы значит снимем як вона получилось но напишите в коментариях я кет таки вкусно потому что мы их ему раз в году ты ешь раз в году а мы их не робимо мы ему мясо в чистом виде яке я спекли все понятно ольга есть котлеты раз в году в чистом а мясо все в чистом виде а ты что чистишь и естешь а да пишите ребята всякого мяса сделані вот эти вот котлетки но вони такі вкусні тут чуть-чуть чесночка чуть-чуть лука чуть-чуть перчика и все и остальное все мясо туди трошки добавлю солененький правда это юшечка моя солененькая так хороший ой я вчора их ела ела не могла об'їстися уже ними щас я гляну скільки там котлет осталось в холодильнику вы поняли скільки тут осталось котлет тут осталась одна котлета но мы не отчаяемся а знаете почему потому что гляньте скільки у меня тут мясо мясо уже все костя перемолов дивиться видео скину загрузил что это за мясо вот мясо его же надо будет перемолоть значит тут у нас есть перемиренное мясо вот даже натуральный жирочек вышел во почему разное мясо я вам расскажу так что у нас тут и тут у нас мая солнце у нас тоже есть мясо отлично а сколько ты же минус чтобы мясо смотреть а self to me осу inequality ой-ой-ой-ой-ой и то как у нас тут мама дорогая мама дорогая мошки шоу нас тут мама дорогая мама дорогая шоу нас тут робиться шоу у нас тут холодильнику робота мама дорогая мот think и кастей скільки костей скок асу продуктов ребята пригодилась дорога С чего я делала обвалку? А? Косточки. Кому интересно, что с этими костями я буду делать, я уже отснимала видео. Подивиться. Те кости тут есть. И крылышки, есть и шейки. Вот. Грудинка. Конечно, шкурка тут есть. Так, как обвалку делали и снимали шкурочку. Вот. Трубчатые косточки. Это нельзя собакам. И котам нельзя. Так что, кто мои постоянные зрители, догадались. Пускай остынуть. То есть, пока останутся тут. Вот. Я пока это поставлю. Сейчас буду фасовать фарш и сниму вам видео. Это кости надо будет перемолоть. Сниму видео, как мы его перемеливаем. И что я буду сделать этими костями. А их, скорее всего, сейчас мне надо упаковать и в морозильную камеру. Так, как осталась одна котлета. А это говорит о том, что можно надебрать вот тут трошки фаршу. Вот. Это же можно надебрать тут трошки фаршу. И сейчас пицца-тесто. Постояла возле холодильника, сразу горло начала болеть. Значит, что? Мы можем сейчас, ребята, замутить белящи. Вот это будет козырная еда. Но плитка... Но плитка будет грязная. Есть видео. У меня я делала белящи. И тоже хлеб пекла. Запекала там мясо. Тоже за Грузию. Боже, столько у меня информации записано. Белящи рабочаще, чем котлеты. Я не помню, когда вы в последний раз ели котлеты. Бо я беляшики люблю с кефирчиком. Я там, бачила, ты кефирчика купила. Вот беляшики с кефирчиком. Вкуснотища. Ну, Олечка, я тебя спитаю такой вопрос. Дивись, мы раньше делали... Ну, мясо мы раньше ели. И свинину, и курятину, и крыля... Очень много лет назад. И крылятину, и индюшатину, и утятину, и гусятину, и перепилятину. Все вкусно. Все вкусно мясо, да? А эти котлеты, какие сделал твой брат, вкусные? Угу. Только солененькие. А ну, возьми, открой. Коклетку, вот так, коклетку, открой. Ну, разломай ее, я уже тебе в тарелке там командую. Во. Вкусно? Знаешь, уже сказала. Все вкусно. Вкусно, дай мне кусочек. Да где вона тебе солененькая? Так ты же уже поела. Вот не можно спокойно поести, надо влезти в тарелку в рот. Ну да, юшечка солененькая трошки. Угу. Вот так, ребята, фарш. Я фасую вот такие, ну, порции, можно сказать, да? Можно там набрать килограмм, полкилограмма, можно вообще разный, если там перец фарширует, фаршировать голубцы, там соусные кабачки фаршировать. Вот. И можно вот себе примерно по таким порциям, там, на беляшике, на котлетке, вот, фасовать. И вот такие у нас будет фарш. Это я сейчас с морозилки вам достала, показала, то мясо, чтобы было в холодильнику. Вот. Вот так, ребята, кто мне там казал, что перепилка, яка внеслась, перепилка, не сушка, то есть, вона уже внеслася, и уже жизненный период пройшов. На данный момент вырезаем перепилок в 9-10 месяцев и, скажу, что там в них есть не надо. Сейчас я вам покажу, что тут не надо есть. Мама моя, помощница, она ушла, помогала, она мне помогает с обвалкой. И сейчас я вам покажу, яка тушка. Это я маме на суп вделила. Бабушка наша взяла пирог, то, что я спекла, и потом чековала домой. Ну, скажите мне, как тут не ма что есть? Вот. Как тут не ма что есть? Вот, гляньте. Чтобы в этой перепилке не было что есть, гляньте, сколько мяса. О, та красота. Я хочу свиню держать. Ну, на что тут свиню? Я уже смотрю, по цих, как его господи, индюках, что я выращиваю. Недовольна я тими индюками, потому что их пасти надо, понимаете? То, что ну, вигул надо, и выпасать. Не умею я так держать, чтобы оно на асфальте стояло. Тут перепилам, хоть то намешав, то перепилам, есть, воно хоть выросло, то мой техасец. Я не говорю о техасцах вообще, ребята, потому что многие выращивают название, говорят техасец, потому что он белый, какая-то там у него крапочка на заднем месте, да, и десь на темечке. Оце он каже техасец. Но он же ж у вас, или даже у многих техасец, он же ж вообще, вы зарезаете, он ничего не отличается от обыкновенной несушки. Чем? Той техасец отличается от обыкновенной несушки. А ну, сколько в ней, сколько в ней сейчас весу? А ну, дай. А ну, возьми, Олечка, веса. Не, веса возьми ближче, туда поставь. Візьми цю перепилку, откри її, что там в ней ничего нема, что в ней там ни камней нема, ничего там, ни щебенки, ни магнитов, ни гвоздей, ничего нема, просто чиста, очищена. Маме мало дать тільки единственное, что надо было ее пошмалить. Ребята, якщо там буде перепилка моя больше на 100 грамм против вашей, то это той ворс, який я не пошмалила. Ну, оставь ее на цей. Ноль. Вот. Ноль. Ні, не, перепилку, давай, давай, открий перепилку. Нема, ничего не подставила, да, перепилка вся. Ноль. Вот, ты ее поставила. И сколько в ней? 315 грамм. Ложи яйцю в сторону. Так, бери другу перепилку. Во. Тоже, открывай. О, це шейпівень, яйця выривай ему. Яйця, це, наверное, я хотела показать, что бабкина цей, більший суп, чтобы она варила. Вот, это петух, гляньте, який петушок, бачите? Більший, наче зацюк. Ну, это, может, чуть-чуть, там, 10 грамм. Більший. Грудки такие здоровые. И шкурочка, яка тоненькая, это перепилка, яка, и 8, это, в общем, есть и сентябрьский, там у нас виводок, и октябрьский виводок. О, это в таком состоянии кожи, если кто-то там каже, пищи, не можно витянуть. Ну, а только по спинке покажи, там есть пищи. Ну, может, трошечки есть, здесь такие колодочки. Но птица у меня вся в дитов, это то, что зависит. У меня кормежка совсем другая, ребята, против вашей. Вы зерно даёте, а мы же даём її біодобавки, даём витаминки. Ложи цього больше. Это он. Ну, кинь его, то готово. это он. Да. значит, меньше, значит, однако вы были. Я же скажу, трошки больше. 346 грамм. Вот. Аж мозоля на пузе, натер, так, девчат, так, девчат, так, девчат, товк. Хочу сказать, что я сегодня видео снимаю, сегодня 21 или 22, июля 2021 года. Вот, кто брал у меня с осени, 20-го года, весна 21-го, ну, в июне мы закрылися, вот, мы уже не продавали, там трошки продали, инкупейца, у кого были договора, да, и всё. Вот. Так что, вот такие у нас техасцы. Я не говорю про всех техасцев, которые есть в Украине. Это мой перепел. Это мой перепел. Это Хитручкин перепел. Вот. Это мой техасец. Вот. Мой техасец. А то, что пишут там техасец и 3 гривни яйцо, вот там, вот такие горобчики за 3 гривни є. Мы продавали яйцо 8 гривнів штука. Инкуп яйцо 8 гривнів штука. Это то, что мы продавали. Что мы будем продавать, по какому ценнику, я вам сейчас не скажу. Вот. Прогнозируют дурдом. Вот. Потому что будет дурдом. Что? Да. Зерновые. Мы ничего не можем забрать. Пшеница у нас вся лежит. Ячмин с трудом убирался. Пшениця лежит. У нас в регионе, вообще в районе, був сильный град такий, більший, чем перепеленные яйца. Я вообще даже не знаю, что по Украине робится. Что ляя заливает вообще по всей Украине. По всей Украине. Так что по ценникам буду ли я продавать Инкуп яйца, или может я их не буду продавать. Наблюдайте. Трики той человек, який наблюдает за моими відео на YouTube каналі Хитрукий Ля на жизнь, кто подписан в Instagram, кто подписан в Facebook. Вот тики той человек, осведомлен и будет знать полную информацию. Если вы скажете, что там для вас дорого, берите дешевший вариант. То, что я взяла, он на подобие Феникса, а он у половину менший. То есть называется Феникс. То есть только название. Это не тот Феникс, который должен быть. Так же, как вы возьмете, и Техас это взял. То есть не тот Техас, который должен быть по своим параметрам. Он даже в живом весе, должен быть Техасец, если дивиться по таблице, не меньше 420 грамм. А вы все продаете Техасца, он у вас идет 350 грамм живым весом. Плюс Техасец должен быть, вот скажите мне, сколько Техасца чистого идет на килограмм. На килограмм. Вот. И вы все говорите, 4-5 штук. Ну вот, смотрите. Не получится. Получится 3 штуки на килограмм. Да, и все. Ну, тут это 315. Ну, 3 штуки на килограмм. Это без потрошки, без ничего. Птица внутри вся чистенькая. Многие оставляют вот это все. И, во-первых, жопа отрезана, клоака отрезана. Я вижу там, вы оставляете вот ту гульку, яка есть у петуха, она не съедобна. Но, тем не менее, вы вот такой товар продаете. И Техасец гуляк, она собирается там 100 грамм, чи килограмм. И, конечно, вы уже, получается, что Техасецец продали там за 200 гривен килограмм. То и мусор, який, он вообще не должен идти в продаже. Мясо должно быть таке. Взяла вот хозяйка, прошмалила и кидаю в кастрюлю суп варе. Вот так.